Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Мария Сунхалырова и Николая Слепцов. У микрофона ведущая Сергея Антонова. Четверть века отметила в эти дни женская консультация перинатального центра республики. Вообще, 90-е годы прошлого века стали для медицины Якутии поистине революционными. Это, как мы помним, строительство клиника диагностического центра, национального центра медицины, затем центра охраны материнства. И детство, а затем уже в этом веке, как вы знаете, был введен новый перинатальный центр. И здесь 12 марта 2018 года появился на свет первый младенец. Как на сегодня строится работа центра, какую помощь здесь можно получить и каков идеальный возраст для рождения первенства. Об этом и не только сегодня мы будем говорить гостями нашей студии. Это заведующая женской консультацией перинатального центра Якутско-республиканской клинической больницы, врач высшей категории, отличник здравоохранения Юлия Серафимовна Иванова. Здравствуйте. Добрый день. Врач-серапевт, отличник здравоохранения Варвара Николаевна Никифорова. Здравствуйте. Здравствуйте. И врач-акушер-гинеколог Марина Владимировна Семёнова. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК САХА и на волнах нашего радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. Итак, давайте начнём наш разговор со следующего вопроса. Вообще, когда была создана женская консультация перинатального центра? Собственно, с чего всё начиналось? Как Вы уже упомянули, в 1990-м годах, то есть непосредственно в 1998 году сначала консультация открылась как отдел при клинико-диагностическом центре Национального центра медицины. Это многофрофильный, уникальный комплекс был в то время. Затем через год, в 1999 году, уже открывается Центр охраны материнства и детства, и при ней уже открывается полномасштабная женская консультация, современно оснащённая. Очень тогда передовая на тот момент была. И в 2001 году Центр охраны материнства и детства переорганизовали перинатальный центр. Это высшее звено медицинской организации помощи беременным, родивницам и новорожденным. Ну вот, собственно, с 1999 года и начался отсчёт женской консультации перинатального центра. Ну вот, как мы сказали, в 2018 году у вас произошло большое событие. Это женская консультация переехала в новое здание перинатального центра, да? Вообще, какие количественные и качественные изменения произошли? Да, вот в 2018 году, вот начиная с 2014 года по всей Российской Федерации пошла реорганизация, да? Начали строиться новые перинатальные центры по новому требованию времени. И у нас вот это историческое событие состоялось в 2018 году. В марте мы переехали, у нас обновился и состав, увеличился коллектив почти вдвое, да? К пяти ставкам акушер-гинекологов приёма добавились ещё и специалисты. Терапевт был у нас, добавились кардиолог, окулис, невролог, кто ещё у нас? Невролог, стоматолог, да? И ещё дневной стационар с малооперационной со своим врачом-аккушер-гинекологом. Ну, по сути, как будто маленькая, многопрофильная клиника мы стали работать. И всё это было сделано, конечно, для удобства наших якутианок, да? Давайте обратимся всё-таки к цифрам статистики. Сколько всего консультаций, приёмов у вас проводится, да? Сколько пациентов вы обслуживаете за год? За год примерно через нас проходит 5,5 тысяч пациентов, да? Это в основном 4 тысячи беременных и 1,5 тысячи гинекологических пациенток. В день у нас получается почти по 130 посещений в день, да? И в дневном стационаре у нас проходит лечение тоже в день где-то по 8-9 диагностических процедур, но около 500 женщин в год. Очень большая нагрузка, мне кажется, да? Вообще, какую помощь можно получить якутианкам в вашем центре? И вот об этом давайте немножко поговорим. Ну давайте. К нам со всех поликлиник республики направляют беременных и гинекологических пациенток, которым нужно вот обследование на, у нас третий уровень, да, вот на более высоком уровне. И вот пациентки могут у нас получить всю помощь непосредственно. Так, у нас есть все анализы необходимые, у нас есть УЗИ-диагностика, у нас есть гистеросарпингография, например, да, вот через дневной стационар. Есть узкие специалисты, так, терапевт, окулист, кардиолог, невролог, стоматолог. И также мы можем направить и национальный центр медицины к другим специалистам, которых у нас не хватает. К нейрохирургу, допустим, к травматологу, к урологу, к нефрологу. У нас такие возможности есть, направляем очень активно. И, да, у нас, получается, со всей республики приезжают женщины, да, беременные, когда встают на учет, их по месту жительства делят на группы риска. И вот высокая группа риска, это, получается, женщина с каким-то осложненным здоровьем, да, осложненной течением беременности или, возможно, проблемы с будущим ребенком, плода внутриутробные какие-то. И вот все они к нам едут и получают помощь, а также женщины, у которых в гинекологическом плане, какие-то проблемы с репродуктивным здоровьем. И хотела бы я добавить, что в основном у нас приезжают женщины, у которых хронические заболевания, да, и мы должны укороченный срок вот решить, пролонгировать беременность без риска для матери. Основная цель – это профилактика всех возможных осложнений у нас. Для того, чтобы, конечно, родился здоровый малыш. Да, чтобы родился здоровый, чтобы была счастливая семья, была очень. Очень ответственная у вас работа, да. Да, но с какими вопросами чаще всего обращаются и какие заболевания в последнее время наиболее распространены? Вообще, с чем это связано? Ну, вот Варвара Николаевна, наш терапевт, вот в основном занимается, да? Вот если рассматривать хронические заболевания, да, то который год на первом месте у нас идет анемия. То есть сама беременность, это подразумевает, что к концу беременности у женщины и так будет анемия. Но наши женщины в основном беременеют без прегравидарной подготовки. То есть анемия, она у них есть, и она усугубляется с течением беременности. На втором месте у нас идут сердечно-сосудистые заболевания. Это в основном гипертоническая болезнь, вторичная гипертония и врожденные пороки сердца. А на третьем месте у нас заболевания идут мочевыводящих путей. Это пелонефриты, гламиролонефриты. И другие заболевания тоже идут, да. Ну вот вы сказали, первая, самая главная проблема – это анемия, да? Вот каким образом все-таки нужно готовить женщину к тому, чтобы у нее не было проблем с этим? Ну для этого сначала беременная, ну вообще женщина, перед тем, как планировать беременность, она должна прийти в подготовку к беременности, обратиться к гинекологу по месту жительства. Гинеколог проводит все необходимые исследования. Вот женщина должна сдать общий анализ крови, да, посмотреть уровень гемоглобина, железа, ферритина. Если есть какие-нибудь заболевания у женщины до беременности, это надо сначала корректировать. А для этого обратиться к профильным специалистам. То есть командная работа должна быть всегда, вот акушер-гинеколог как главнокомандующий, и потом должны быть помощники, то есть направляют. То есть прегравидарная подготовка – это подготовка к беременности, да, получается. Вот поэтому сейчас должна идти работа на профилактику, да, вот сейчас тренд идет у нас, должна быть профилактика в первую очередь, поэтому там диспансеризация у нас начала проводиться масштабно, да, и так далее. Чтобы подготовленные, здоровые шли на беременность. Ну вот поскольку мы говорим сегодня о работе вашей службы, да, давайте немного затронем такое понятие, как женское здоровье. Насколько я понимаю, это ведь очень широкое понятие. Да, это очень широкое понятие. Женское здоровье – это начинается, вот, как вы, наверное, уже поняли, еще внутриутробно, да. А будущее, когда, вот, будущая девочка еще в животе матери. То есть как женщина вот во время беременности, как у них беременность протекала, все это скажется на будущем здоровье этой девочки. Затем девочка рождается, попадает в руки педиатров, и тут тоже очень нужно внимательно следить за состоянием, да, беременности, проходить вовремя все диспансеризации, да, тут широкое, вот, имеет значение именно, вот, проходить вовремя, вовремя лечить. А у девочек часто, вот, сейчас многих кариес, да, миопия, глаза и так далее. Потом, ну, уже вступая, вот, в юношескую пору, тут очень хорошая должна быть подготовка к будущей семейной, какие-то там традиции должны прививаться, чтобы девочка тоже готовилась, ну, к семейной жизни, к беременности. Чтобы беременность у нее была запланированная, понимаете, то есть к ней она должна подойти, как бы, всей семьей с супругом вместе. То есть подготовка должна быть не только со стороны юной матери, да, но и со стороны отца ребенка. То есть, если мы говорим о подготовке к беременности, понятно, что в первую очередь должны быть здоровы оба супруга. Оба супруга, да. Хорошо. А вообще проводится ли у вас какая-то совместная работа с женскими консультациями у ЛУСов Республики, совместная работа? У нас как раз-таки и совместная работа и идет, да, но, получается, мы, как уже упоминали, женская консультация третьего уровня, да, у нас вообще трехуровневая организация, акушерская служба по всей республике, а это все началось в 2012 году, то есть это вот у ЛУСная женская консультация или городские женские консультации, это первичное звено, да, и у нас есть некоторые медицинские организации второго уровня, например, как Мирный, Нерингриот, Хангаласский, УЛУС, да, Покровская больница и так далее. А мы третий уровень уже конечный, как бы, получается, поэтому мы очень тесно работаем со всеми первичными организациями, с улосными женскими консультациями городскими, они к нам отправляют, мы проводим телемедицинские консультации, да, вот по современным технологиям, если по каким-то причинам, допустим, та же беременная женщина не может выехать, приехать, да, мы, наши специалисты кабинета мониторинга беременных, вот совместно с узкими специалистами проводят телемедицинские консультации, то есть уже вот не выезжая, женщина получает полную консультацию. Я хочу добавить, у нас есть специальный кабинет мониторинга, где у нас работает два врача-акушер-гинеколога, они вот непосредственно занимаются со всеми беременными, которые встают на учет по всей республике, то есть все первичные ЗНО направляют каждый день ежедневно списки беременных, ставших на учет, и есть специальные еще списки беременных высокой группы риска, беременных с притяжением плаценты, и наши специалисты в динамике следят за этими беременными, дают рекомендации и могут вызвать на обследование. Получается, что беременная, вот она обратилась не единожды, да, а в течение всей беременности планомерно все планируется и ведется к родам. Ведем мы ее полностью, получается. То есть мы знакомимся с женщиной не только вот когда она к нам непосредственно обратилась, но еще вот когда она встала на учет, мы уже знаем, что есть такая беременная, что ей нужна такая помощь. То есть первичная информация у вас уже присутствует? Да, у нас вот специалист есть, да, и также кабинет мониторинга работает не только с телемедицинскими консультациями Республики, но еще и с федеральными центрами. То есть если какой-то беременной нужна консультация специалистов из Москвы, из Санкт-Петербурга, то такие консультации проводим также вот в нашем центре. Здорово. А вообще хотелось бы знать, каков идеальный возраст для рождения первенства? Не секрет, что сейчас, в общем-то, семьи стали создаваться довольно поздно, и получается, что многие мамочки у нас, ну, уже, скажем, в более зрелом возрасте. Да, ну, идеальным возрастом, конечно, считается с 20 до 25 лет для появления первенца, да. То есть первую беременность надо планировать в идеале с 20 до 25 лет. До 20 лет все-таки у нас как бы формируется организм, да, а адаптивные какие-то способности организма формируются. Поэтому вот этот возраст считается идеальным. Но вот тенденция идет, конечно, да, к тому, что вот возраст первородящих девушек у нас с каждым годом все увеличивается. Но тем не менее, допустим, мы в прошлом году за 2023 год проводили анализ тех женщин, которые к нам обращались. И вот из 500 с лишним беременных, которые к нам обращались с первой беременностью, да, основной процент все-таки 50% это было до 26 лет. Все-таки наша республика придерживается традиционных ценностей, да, семейной жизни. Но тем не менее, возраст до 35 лет тоже был достаточно большой, 23%. А вот где-то до 39 лет, ну, совсем мало было у нас. Хорошо. Каковы возможности медицины по своевременному выявлению наследственных, врожденных заболеваний, различных патологий? Это вот очень актуальный вопрос. Вот эта вот система, организация работы у нас в республике очень хорошо поставлена. Вот, как уже говорили, женщина встает на учет, у нас идет пропаганда раннего вставания на учет, да, на диспансерный учет, то есть женщины до 12 недель обязательно должны встать на учет. Везде повсеместно идет работа по пропаганде ранней явки и начинают обследоваться, создавать анализы. И вот в 12 недель происходит первый скрининг комбинированный. То есть УЗИ делается, и кровь сдается, да, на хромосомные аномалии. И вот уже на первичном этапе, например, в 12 недель можно выявить какие-то вот наследственные заболевания, хромосомные заболевания, да, и предупредить. Ну, допустим, если по дополнительным обследованиям выявляются совсем некорригируемые, несовместимые с жизнью пороки, то, естественно, ставится вопрос об прервании беременности на таком раннем сроке, более щадящем для женщины, как бы без особых последствий для организма здоровья, да, или пролонгирование, то есть донашивание, но с таким более углубленным наблюдением. Ну, у нас работа поставлена, у нас очень хороший медико-генический центр, есть работа в Национальном центре медицины, да, очень известный на всю Российскую Федерацию даже своими работами. А сколько человек у вас работает в центре, и вообще как проходит общественная жизнь коллектива? Я думаю, на нее времени, наверное, у вас совсем мало остается. Но, тем не менее, наш коллектив очень такой, не только работоспособный в плане профессиональный, но и мы в общественной жизни, и больницы, и нашей организации очень активно участвуем. Нас вообще в коллективе много, около 40 человек, да, ну вот постоянно работающих, с теми, кто, ну, кто-то в отпуске сидит по уходу и так далее, еще больше 45, наверное, около. У нас в больнице, например, проводится очень много спортивных соревнований, спартакиады, да, праздники, усыхи, посвященные Дню Медика. Мы на них всех активно участвуем, занимаем даже призовые места, любим. Ну, насколько я знаю, вы даже гуманитарную помощь оказываете, да, я слышала? Есть такое? Есть такое, да. У нас есть приют мать и дитя, да, для женщин, вот, это вот некоммерческое предприятие, для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И, естественно, им, как бы, государственной помощи ждать особо ниоткуда, и они очень нуждаются. И вот мы очень тесно с ними сотрудничаем. Бывает, что записываем туда своих пациентов, у которых нет жилья в Якутске, да, у которых нет родственников. Ну, бывают же такие, да? Форс-мажорные бывают обстоятельства. Да, форс-мажорные бывают обстоятельства. И вот приют нам приходит на помощь, и, соответственно, мы тоже стараемся по мере возможности им помогать. Поздравляем с праздниками, приходим читать лекции. Гуманитарную помощь оказываем. Например, вот перед Новым годом мы в соцсетях увидели, что вот постоялецам очень требуется. Вот нам писали, вот, приветствуют свежее мясо, они давно не ели и так далее. И вот мы вот откликнулись на это, да, и вот очень быстро вот поздравили с Новым годом. И вот отнесли мясо, рыбу, ягоды, они очень были рады. У вас очень ответственная работа. Вот насколько для вас важно доверие пациентов и вообще как вы его завоевываете? Мне кажется, это очень сложная задача. Ну, у нас в основном работа идёт на доверительном отношении. То есть мы выстраиваем лично с каждой женщиной отношения и, наверное, завоевываем её, да, что она нам доверяется, говорит. То есть здесь работа более командная идёт уже с самой беременной женщиной или женщиной гинекологической, которой требуется помощь. То есть мы общаемся не на тот момент, когда она беременная, а когда она уже родила. Да, в этот период мы тоже стараемся поддерживать с ней контакт. А вообще кто приходит работать в женскую консультацию? Наверное, это вот особенные люди, я думаю, призвание которых творить добро. Это так? Действительно? Ну, вообще, я считаю, что медицину, наверное, приходят с особым характером люди, да, потому что не каждому это дано, каждый день услушивать, да, вот, о болезнях, о сострадании, вот, эмпатичность какая, да, эмпатия у людей. Поэтому, ну, естественно, работники нашей женской консультации – это не исключение, да, все у нас, мы постоянно вот проговариваем это, разговариваем, да, вот, все у нас, кто на приёме сидит, не только врачи, да, акушер-гинекологи, наш русский специалист, но и наши акушерки, средний медперсонал, они немножко и психологи. Потому что, вот, как сказала Варвара Николаевна, мы выслушиваем, и это должно быть такое именно индивидуальное отношение, да, вот, к женщине, вот, сразу видят, заходят за пороки, врач понимает, как с ней надо разговаривать, с женщиной. Хорошо, спасибо большое за очень интересный и актуальный разговор. Дорогие друзья, как я говорила, в эти дни женская консультация перинатального центра республики отметила четверть века. Дорогие друзья, впереди вас ждёт рекламная пауза, после чего вновь встретимся с вами. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Группа учащихся Арктической школы Республики Саха-Якутия, изучающей китайский язык, по приглашению экспериментальной средней школы уезда Чао-Чжо, округа Дацин, провинции Хэйлу-Дзян, побывала в Китайской Народной Республике. Образовательная культурная поездка была организована в рамках года русско-китайской дружбы, объявленного в Китае. Какой была программа визита? Что нового и интересного ребята смогли узнать во время поездки? Какой опыт они приобрели за это время? Об этом и не только наш разговор дали в студии. Настало время представить наших гостей. Это учитель Арктической школы Республики Саха-Якутия Нюрбина Николаевна Габышева. Здравствуйте! Здравствуйте! Ученица 10 класса Вика Неустроева. Добрый день! Добрый день! И ученик 9 класса Люд Зилун. Добрый день! Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах нашего радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, мне, конечно же, интересно было бы узнать, вообще, как была организована эта поездка ребят из Арктической школы в Китайскую Народную Республику. Вообще, как это стало возможным? Пожалуйста. В первую очередь, наверное, надо сказать о том, что инициатором этой поездки и человеком, который взял на себя всю подготовительную работу, была наша учительница китайского языка Лина Даниловна Петрова. Еще осенью этого года на нее вышел проректор по международным делам нашего Северо-Восточного Федерального Университета Максимов Роман Ниргунович и предложил сотрудничество с экспериментальной школой. И уже после Нового года, после нашего Нового года, учитель экспериментальной школы Дзя-нянь, госпожа, да, Дзя-нянь, она уже вышла с предложением к Лине Даниловне. И мы, наша сторона, с радостью приняли. Эту идею поддержал наш директор Сардана Степановна, учителя, родители, и вот таким образом поездка состоялась. — Сколько ребят вообще в вашей школе изучают китайский язык? Есть какие-то успехи? Расскажите об этом. — Китайский язык в нашей школе изучается с 2020 года, по той же инициативе нашего директора. И именно с осени этого года администрация, изучив социальный заказ, решила проводить обучение на углубленном уровне. Всего, насколько я знаю, 59 детей изучают китайский язык, из них 20 изучают его на углубленном уровне. Это значит, они в неделю занимаются 4 часа, 4 урока в неделю. — Есть ли какие-то успехи? Можно ли говорить о том, что ваши ребята участвуют в каких-то, может быть, конкурсах, научно-практических конференциях? — Да, небольшие успехи у нас есть. Буквально недели-две назад мы узнали о том, что трое наших учащихся, среди них наш Целун, стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской Олимпиады по китайскому языку. Кроме того, начинающие наши дети, ученики 7-8 классов, они часто участвуют в мероприятиях с сетевой школой, Ойской школой Хангалатского района. Это было, по-моему, в пятницу, да, они ездили. И получили тоже призовые места по каллиграфии, по исполнению китайских песен. — Очень интересно. Давайте поговорим немного о самой поездке, да, сколько человек выехало в образовательный тур, вообще какой была цель поездки? — В тур поехало 19 детей, трое из них не изучают китайский язык, но они поехали целью ознакомиться с вузами Харбина и двое учителей. А цель была какая поездка у нас? — Ну, вообще, цель поездки была именно образовательной, скорее, потому что мы смотрели на университеты, также мы должны были подружиться с ребятами. — Такая задача у них стояла. — Да, нас хорошо встретили. Ну, и я была в числе тех, кто не изучает китайский, но просто полетела, потому что, ну, я вообще собираюсь поступать за границу, и мне было интересно окунуться в другие страны, в другую культуру. — В атмосферу? — Да, в атмосферу. Посмотреть, как это вообще будет. — Посмотреть, каким образом наши, например, студенты могут обучиться в Китае. Что входило вообще в программу поездки? Расскажите об этом. Где вы побывали, что увидели, с кем познакомились? Пожалуйста. — Вот мне самому больше всего понравился музей мамонтов. И после посещения я бы хотел еще посетить музей мамонтов в Якутске. Вот. Мне было очень интересно. — То есть, впервые, посмотреть музей мамонтов в Китае и... — То есть, я не знал то, что в Китае тоже есть мамонты и вот... — Были мамонты? — Да. — Ну, вообще, мы много где побывали. Мы были в двух университетах. И мы были в школе. И были на разных выставках вообще, в музеях. Но мне больше всего понравилось, когда мы были в научно-техническом, научно-технической выставке. Мы там видели много разных гаджетов и играли. Еще побывали на 4D-фильме там. — Я дополню. Значит, поездка осуществлялась коллегами. Вернее, нас сопровождали коллеги из экспериментальной школы. Значит, вопросы проживания, питания. Они взяли все в свои руки. И мы побывали в городе Харбине, побывали в городе Дацине и в уезде Чанчжоу, получается. Там, где у нас как раз-таки школа располагается. Вот по трём городам. Северо-востока Китая. — Очень насыщенная получилась у вас поездка, потому что в разъездах, я насколько вот по программе посмотрела, вы были практически каждый день. — Да-да-да, так и получилось. — Вот вы говорите о местах, например, дислокации. Каким образом вас принимали? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Где вы останавливались? Что вы увидели интересного? — Нас принимали очень-очень сильно гостеприимно. То есть мы всегда были как какие-то звёзды. Нас всё время фотографировали, нас снимали. И вот сначала мы остановились в университете в кампусе для иностранных студентов. Там очень хорошее проживание у нас было. Нас ещё постоянно кормили в ресторанах. — Да. Потом мы поехали, получается, в Дацин. Там мы остановились в очень хорошем отеле, пообедали с мэром города там. — Даже на таком уровне вас приняли, чтобы мэр побывал на встрече с вами. — Вот, по-моему, в тот же день вечером мы посетили традиционный праздник «Красные фонари». И вот там нас тоже пустили на машине, куда людей не пускают на машине. Потом нас ещё на сцену впустили и снимали нас. — Да. Насколько я знаю, китайское телевидение сделало даже сюжет, который показало по телевидению, каким образом именно их сторона принимает учащихся из нашей республики. Очень интересно. — А вообще, как вы думаете, вот такая практика, как она вписывается в образовательный процесс? Вот практика, когда школьники, например, едут в другую страну для того, чтобы погрузиться действительно в атмосферу другого города, чтобы погрузиться, например, в языковую практику. Всё равно у вас происходит то или иное общение вместе с местными жителями, с ребятами, с которыми вы приходили на встречи. — Надо сказать, что образовательные выезды — это частая практика на самом-то деле, в нашей школе в том числе. Но вот поездка за границу — это была первая поездка. А так, конечно же, это опыт, во-первых, совместного путешествия, это погружение в такую культурную среду. И мне кажется, это только положительно сказывается и в знаниях детей. — Ну, допустим, в нашей поездке ребята попробовали, ну, скажем так, испытали себя в практике владений китайским языком. Они исполняли песни, они говорили, старались задавать вопросы. Но мне кажется, это тоже большой плюс таких поездок. — Конечно. И вообще, мне кажется, что вот благодаря такой неформальной обстановке школьники открываются, вот, например, учителям, педагогам, наверное, уже с другой стороны, да? Потому что всё равно вы узнаёте об их увлечениях, да, об их хобби, об их интересах, узнаёте гораздо больше, чем вот просто, когда вы с ними общаетесь в школе. — Да, конечно, безусловно, мы и сближаемся с детьми в таких поездках, и открываем для себя очень много качеств детей. Вот, буквально, даже говоря про Цзелуна, он невольно стал переводчиком, допустим, да? С китайской стороны нам предоставили двух переводчиков, но оказалось так, что они... Ну, они сопровождали нас, конечно, но не круглосуточно, понятное дело. А у нас и разные бытовые вопросы возникали, да? Буквально заходили даже в магазин, нам нужно было как-то изъясняться, и вот мы обращались к нему. Поэтому, как оказалось, хотя ему это было сложно сделать, но он всё-таки постарался. — Цзелун, немножко расскажи о себе, да? Действительно, это для тебя был, я думаю, незабываемый опыт по быть переводчиком. — Вот, ну, это было немножко сложно для меня. Ну, я с детства говорю на китайском, но оказывается, что знать язык и переводить — это совсем разные две вещи. Ну, тебе нужно быстро подобрать такие слова и переводить их. Это было интересно и большой опыт для меня. — Ну, и совместные поездки, мне кажется, помогают выстроить с учителями какие-то доверительные отношения, да? И поездки дарят совместные воспоминания. Я думаю, что этого дорогого стоит. Как считаете? Вот как педагог, как учитель. — Да, это моя не первая поездка с детьми. Честно говоря, я иногда даже учусь у них, потому что это всегда сложно, быть ответственной за большую группу детей. Но и вижу, что дети тоже с каждой поездкой, с каждым путешествием, они тоже становятся более самостоятельными. И в этот раз я бы тоже хотела отметить некоторых детей, которые помогали нам. Буквально даже посчитать детей, это иногда бывает сложно, заходить в автобус, и они вот считают... Нам постоянно помогала, например, Нана. Вот я хотела бы, пользуясь случаем, сказать ей большое спасибо. Потому что она как-то вот не то, чтобы более ответственная, а вот решила вот таким образом тоже помогать своим учителям, например. — Ну вообще, действительно, ребята, мне кажется, любое путешествие — это очень большой опыт, да? Потому что умение собраться, быть в коллективе, жить, например, совместно, да? Вместе находиться в дороге. Я думаю, что это тоже умение своеобразное, да? Этому тоже нужно учиться, да? Вы согласны? — Ну да, полностью согласна, потому что... Ну, бывает трудно, конечно, в таком большом коллективе. Всё время нужно всё успевать, и если мы должны собраться в 8.30, то мы должны там быть в 8.25, например. — Чувство коллективизма должно. — Конечно, могут быть случаи, когда кто-то что-то там забыл или не успел, и поэтому все мы дружно там должны помогать друг другу. — Хорошо. Зилун, ещё немножко вот я попросила тебя рассказать о себе, да? Вот очень интересно было бы узнать о тебе, да? Китайское имя, китайская фамилия. Ну, ты говоришь хорошо по-русски. Родной язык для тебя русский? — Русский для меня, конечно, родной. Ну, китайский всё равно же, я больше обладаю этим, ну, китайским языком. Вот так вот. Что ещё? — Ну, о родителях немножко расскажи, кто у тебя отвечает за китайские языки. — Ну, моя мама Якутка, Анна Иннокентьевна, и мой папа китаец Лю Цзи Чэн. Они познакомились в политехническом университете, это Харбини. — Как раз таки мы туда и съездили, побывали. — Вот, познакомились, и они тоже там учились. — Оба учились? — Да, оба они там учились. — Познакомились, поженились, и что привело их сюда? Почему они там не остались? — Нет, они живут, можно сказать, на две страны. Отец остался с братом в Китае, мама здесь. — Получается тогда интернациональное проживание, да, в двух странах. Хорошо. Ну и, ребята, конечно, хотелось бы узнать о том, что в дальнейшем вы планируете вот в своей жизни связать с китайским языком. Вот, например, какие у тебя ближайшие планы, может быть, на будущее поделитесь, пожалуйста. — Ну, я бы хотел стать дизайнером и поступить, ну, в китайский университет, ну, в юге Китая, наверное. Вот, потому что там моя семья живёт, вот так вот. — Вика, у тебя какие планы? — Ну, я особо об этом пока не задумывалась, но мне вообще интересен Китай как страна, мне было бы интересно там путешествовать, в разных городах, вот. — Хорошо, ну что поразило вас больше всего, например, что вам понравилось, что вы хотели бы, может быть, привнести в нашу жизнь сюда? — Ну, мне больше всего понравилось это китайское блюдо кубао-чжоу, это мясо в кисло-сладком соусе. — Свинина. — Ага, свинина, она мне очень понравилась. — Она отличается от того, что мы привыкли есть здесь? — Да, вот. — Совсем другой вкус и другие впечатления у тебя осталось. Вика, у тебя? — Ну, мне тоже понравилось кубао-чжоу, но больше, конечно, мне понравилась сама страна. Там очень хорошая инфраструктура городов, очень красиво, большие города, все дома очень большие, они такие высокие, там, во всех домах практически, типа, 20 этажей. И очень много магазинов. Тоже понравилось. — Хорошо. Вы ещё успели побывать на фестивале? — Да. — Да, а что это за фестиваль, вот чуть подробнее расскажите. — Фестиваль был посвящён последнему дню Нового года. Известно, что в Китае Новый год отмечают почти в течение месяца. И вот последний день называется День красных фонарей. В этот день все собираются на площадях, салют, там, по-моему, часа два он шёл. — Очень большой. — Очень большой был большой салют, и выносят красные фонари. Но что интересно, как мы поняли из того, что нам рассказали, что красные фонари — это некая связь с теми, кто ушёл в тот мир иной. И вот это вот какая-то тесная связь у них между предками. И вот в праздники они это вспоминают, и как-то странно было с нашей стороны это всё видеть. Но оказалось, что это вот в китайской философии, это, скажем, жизнь и смерть, это рассматривается как такие субстанции, которые всегда рядом. И к этому нет такого отношения, как у нас, допустим. — Хорошо. Ну и, конечно же, хотелось бы знать, вот мы говорим, что год китайско-российской дружбы, да, вот наши ребята съездили в Китай, получился такой очень интересный образовательный десант, можно сказать. А вот какие-то, может быть, ответные мероприятия будут, планируются, чтобы, например, вот с китайской стороны ребята приехали к нам сюда и так далее? — Это было бы очень хорошо, конечно же. Мы свои желания тоже выразили к китайской стороне. И вот, насколько мы поняли, в мае месяце в Якутию приезжает делегация, в составе которой будет директор этой школы экспериментальной. И он один день посвятит посещению нашей школы, где должны заключить договор с администрацией нашей школы, с директором Сарданой Степановной о совместном сотрудничестве. И в рамках этого сотрудничества, возможно, будут не только онлайн-уроки, как у нас, в принципе, они и проводились, но и, может быть, даже такие совместные поездки. Очень было бы хорошо. — Действительно, это было бы очень интересно. Я благодарю вас за очень интересный рассказ о поездке в Китайскую Народную Республику. Я напомню, что сегодня у нас были представители Арктической школы нашей республики. Дорогие друзья, это была программа «Якотск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сергея Лана Антонова. Всего доброго. До свидания.